Завершилось выступление казахстанских фехтовальщиков в личном турнире на Олимпиаде 2024. Последней от нашей страны выступала саблистка Айгерим Сарыбая. Спортсменка в упорной борьбе уступила лидеру мирового рейтинга француженке Манон Брюне. На прямой связи с места событий наш специальный корреспондент Зарина Кусанова. Зарин, здравствуйте. Скажите, что не получилось у нашей спортсменки? Да, Динара, здравствуйте. К сожалению, в личном турнире наши казахстанские фехтовальщики завершили выступление. Вчера представителем мужской сборной на шпаге, сегодня Айгерим Сарыбай в равной борьбе уступила двукратной олимпийской призерке Игорь Манон Брюне. Мы находились здесь, мы видели все и болели за Айгерим. Но лучше всего про схватку расскажет сама Айгерим. Буквально несколько минут назад она прокомментировала, как протекала эта схватка и что у нее не получилось. Давайте послушаем. Это не первый раз мы с ней встречаемся, это мой, наверное, третий бой. Я расстроена. Но есть над чем работать. Просто изначально я неправильно поставила тактику, наверное. Я не знала, как под нее подстроиться. Потом, когда уже поняла, уже принимала неверные решения, где-то хотела больше разыгрывать. Ну, есть над чем работать. Конечно, тяжело. Ну, будем дальше работать. Да, к сожалению, в личном турнире теперь завершили все фехтовальщики. Но мы ждем 2 августа выступления нашей мужской сборной Казахстана по шпаге. Они выступят в командной дисциплине. Четверо представителей Ерлык, Сертай Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов и Эльмир Алимджанов поборются за медаль. Наша сборная считается фаворитом в этом виде спорта. 8 команд принимают участие на предыдущем чемпионате Азии. Наша команда одолела действующих олимпийских чемпионов японцев. И мы, конечно, будем болеть и поддерживать нашу команду 2 августа. Динара, слово передаю вам. Спасибо, Зарина. Да, всей душой болеем за наших спортсменов. Зарина Кусанова, наш специальный корреспондент, была на прямой связи со студией из Франции.